В эфире программа «Грани времени». Недавно я побывал в Израиле и встретился с общественным деятелем-издателем Леонидом Невзлиным. С ним мы обсудили текущие события, войну в Украине и какой должна быть Россия без Путина. Если он решит нажать кнопку, то он решит нажать кнопку, наплевав на всех. Кто будет с нашей роднёй? А мне пофигу, скажет Путин. Россия превыше всего. Вы тоже хотите на танке «Абрам» заехать на Красную площадь? Я не хочу сам заехать, потому что я не военный. И фамилии можете назвать? Кого надо осудить? Да. Я всегда называю фамилию «Абрамович», «Авен». Вероятно, не обойтись без Фридмана, раз «Авен» и «Хана». Страна распадётся. Во благо это или во вред? Вот это построение, которое существует, оно точно во вред. Соединённые Штаты Америки. Не придерёшься. На Соединённые Штаты России не хотелось бы. Ментально вы изменились сильно? Намного более расслабленный здесь. В России я всё время был напряжён. Мой гость-издатель, общественный деятель, в прошлом бизнесмен Леонид Незлин. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Главный вопрос, который волнует многих, на него есть разные ответы. В чём феномен Владимира Путина, который почти четверть века у власти и не собирается никому уступать президентское кресло. Феномен Владимира Путина состоит в том, что он настолько пришёл пустым, ненаполненным, я имею в виду идейный, с каким-то раздраем внутренним между ФСБшником, гангстером, вице-мэром. Что-то там такое намешалось. И он пришёл, конечно, не мог ставить никакие задачи и ничего решать. И это послужило и в том числе причиной выбора его, потому что он продемонстировал себя хорошим исполнителем, абсолютно не идеологизированным, а командным. И это же сыграло с нами всеми эту плохую шутку, потому что те люди, которыми он себя окружил, за эти годы научили его быть народным. То есть они научили его быть таким же, каким был сталинский народ, брежневский народ, ну, хрущёвский тоже меньше. Понимаете, они научили его поднять в русском народе все те вот старые негативные качества, которые были развиты при Сталине, прошло немного поколений. Опять, кто... Все неизменные чувства. Неизменные чувства в том числе. Опять, и идеологию без слова коммунизм, но абсолютно сталинского, коммунистического. Опять же, кто эти люди, да? Это те люди, которым он отдал в управление медиа. Вот Ковальчук, знаете фамилию, мы недавно обсуждали, да? Юрий. Юрий. У которого председателем по национальной медиагруппе является Кабаева, знакомая Владимира Путина, вот, бывшая гимнастка. Так что он же интернетов не читает, книг тоже, да? Значит, он читает YouTube по бумажке, как он нам рассказывал, да? Ему YouTube распечатывают, вот, как-то. И если говорит о интернете, говорит исключительно о детской порнографии, о наркотиках и вообще порноиндустрии. Ну, да, все говорят о том, что их интересуют, но говорят, что это плохо. Это вот всегда так. Но он не один раз об этом говорил. Он и те люди в Думе, которые за это отвечают, в основном там все-таки смотришь, это люди или с большими комплексами, или какие-то извращенцы. Вот, но, понимаете, ему подсовывали листочки с такими надписями. Если цитаточки, то из Ильина, да? Или вот из этого несчастного отца Дугина, философа, как он сказал. Его, в связи с его ленью и темностью, его туда загнали. Он сам выбрал это окружение, без сомнения. Он же не был никогда лидером среди них. Он был один из. Но он стал лидером, они это признали, потому что в России этот пост, конечно, вот, и этот пост очень важный, первого лица. Вот, и они меняли с ним конституцию. В общем, они его идеологически обрабатывали. Ну, кстати, не только Ковальчук. Люди же чувствуют тенденцию и начинают подыгрывать в этом направлении. А Путин людей не любит. Умных ненавидит. Красивых ненавидит. Извините, я вас процитирую. Недавно в интервью вы сказали, что все воспоминания его о Старом Питере, о Ленинграде, детстве. Это драки, это кто кого. То есть, если путешествовать в его детство, то там постоянно выяснение отношений и преодоление унижения. Это есть какой-то психологический фактор, что его в детстве или в юношестве, ну, может быть, не давали то, чего, может быть, он заслуживал? Вы знаете, без всякого сомнения, тем более, что мутная история с его родителями опять непонятная. Были они у него, не были у него. Кто был? Но среда у него была совершенно отвратительная, бандитско-спортивная, которая потом пришла к бандитской власти, как мы знаем, вышибая, так сказать, воров в законе и устраивая свои бандитские порядки в 90-х. И он в этом принял участие, потому что он уже был внутри этой системы. Но если мы с вами представим себе вот карту центра Петербурга, где он жил, и зададим вопросы там, кто жил по этой карте в это же время, много современников, я только с несколькими разговаривал, они не знают в этом месте такого Петербурга, о котором нам говорил Путин, что надо было на улице отбиваться. А в соседней улице Переулки в 100 метров никто не отбивался. И ходили, и кошельки не опустошали, и скрипчики не отбирали еврейских девочек и мальчиков. Ничего этого не было. Он жил в придуманном мире. То есть бандитский Петербург Владимира Путина. Да. Если так красиво выразиться. Да, он просто был современником и на этом, конечно, стал тем, кем он стал. Точнее бандитский Ленинград тогда еще. Я часто задаю этот вопрос с моим собеседником и отвечает на него по-разному. Имея колоссальную власть, если не сказать абсолютную, через его руки прошли триллионы долларов. Почему он не стал таким реформатором, будучи авторитарным лидером, как Лик Ван Ю, турецкий лидер Ататюрк, Ататюрк, Лик Ван Ю, Ататюрк, даже Пиночетт и еще даже Франко в конце жизни оставил страну в большей степени демократической. Хуже того, Гитлер экономически укрепил Германию до войны. Она была в ужасном состоянии. Но вот почему он не пошел по этой линии, не вошел бы в историю, как авторитарный, Дэн Сиопин, кстати, как авторитарный, но реформатор. Мы же недавно ответили на этот вопрос в предыдущем вопросе. Потому что он пришел как лидер ОПГ. Он стал лидером ОПГ. А эта ОПГ распространилась на всю Россию и стала мафией. И он лидер этой мафии. Что нужно мафии? Первая цель. Это же деньги. Понимаете? Он вор. И вокруг него воры, варьё и бандиты. И все способы хороши. Поэтому он за власть и за деньги это вот так для него перевязано. Абсолютно не... И вот когда у него этих денег и власти стало вот хоть попой резиновой ешь, вот тут он решил, что самое время, как ему подсказывают, взять уже там и куски Европы, там Азии и так далее. То есть перелиц... Всю Украину сначала. Перелицевать мир под себя, под свое влияние. Это нормально. У мафии тоже есть энтропия. То есть это такая эволюция в кавычках, да? Бабла много, теперь пора уже пилить Европу. Да, мафия... Представляете, это же первый такой случай, я такого просто больше не знаю, в истории, когда там коза ностер какая-нибудь становится и властью одновременно, и потом выходит за пределы страны. То есть это соединение мафии и фашизма. Можно ли сказать, что то, что делает сейчас Путин, это крыса, загнанная в угол, а не прагматик, который рассчитал несколько ходов вперед. И он принимает решения, исходя из новой для себя ситуации. Он действительно рассчитывает шаги вперед и не ошибается только в очень простых оперативных комбинациях, на том уровне, на котором он может мыслить. Это один, два, но максимум три хода, и не связано, конечно, с геополитикой. В геополитике и вообще в политике внешне-внутренней он ошибается каждый раз. Его ошибки очевидны, и поэтому давайте его не будем подозревать в излишней просчитанности вариантов. Поэтому для него немного что изменилось, просто у него очень много в последнее время провалов, неудач. И он по-прежнему верит в то, что он победит, как психотип, как психопат. Он верит, что он победит. Надо только вот это сделать, это сделать, это... И потихонечку, естественно, он уходит в партию войны без всякой возможности перейти к переговорам там или договориться. И поэтому, как бы, он не является крысой сегодня для себя. Это еще не то место, что он загнан в угол. Он посчитает себя загнанным в угол только в том случае, если ему в этот момент, от любого хода, грозит смертельная опасность. Ее пока нет. Я думаю, что он ее пока не ощущает. Почему я привел историю с крысой? Она была описана в книге от первого лица, когда он рассказывал. Да, Наталья Геворкян делала это интервью. Да, и он сказал, что нельзя загонять в крысу, потому что крыса... Она прыгнет и укусит. Да, она прыгнет и укусит. Я хочу вам еще один момент сказать. Дело в том, что мафиози себя ведут по-другому, чем нормальные люди. И если Запад когда-нибудь поймет, или Украина вместе с Западом, когда-нибудь поймут, что надо нападать, а не обороняться, ситуация категорически изменится. Его обует страх. Вот. Но для этого надо принять решение. Настоящее решение. То есть надо перевести военные действия на территорию Российской Федерации. В каком виде, в каких местах, это отдельный разговор. Но он должен получать не только 200-е и 300-е и провалы в Украине. Он должен получать много чего негативного от военных действий на территории Российской Федерации. Какое наказание, на ваш взгляд, заслуживает Путин? Ну, суд. Я думаю, вы говорите, о каком приговоре он заслуживает. Но есть две версии. Некоторые считают, что его могут убрать люди своего окружения. Ну, могут. Его образ может мифологизироваться. Что это был такой парень, который хотел, собиратель русских земель, который хотел большую Россию. Больше, чем ее границы. А суд – это позор. Это когда человек сидит на скамье подсудимых, и все мифы разлетаются мгновенно. Ну, он так и так проиграл эту игру о мифах. Он уже ее проиграл. Никаким хорошим парнем он в истории не останется. Вот. Знаете, я скажу, наверное, неожиданную вещь. Но вот эта линия Путин-Эрдоган-Абрамович-Зеленский, она для него лично может быть спасительной. Для него лично. И если Путину надо будет выжить лично, а всех остальных сдать, то, и он сообразит, как крыса загнанная в угол в какой-то момент, то он всех сдаст и выживет лично. Потому что рычаги-то все в его руке. Вот. И если возникнет вопрос жизни и смерти, он не пойдет умирать. Он пойдет договариваться о себе. Больше ни о ком. А они все пойдут в тюрьму. Вот. Если же он не будет договариваться, то у него есть два варианта. Быть, а, убитым, б, посаженным пожизненно. Трибуналом. То есть вы не исключаете вариант, пришло мне на ум, судьба диктатора Франка, который поубивал огромное количество людей, участвовал в войнах, а к концу жизни дал какие-то свободы. Испания стала реформироваться, и он умер в своей постели абсолютно таким мирным стариком, которого уже никто не трогал. Но при этом страна стала демократической. Но он разве нападал на соседнее государство? Разве он был агрессором Франка? Это принципиальная разница. Это принципиальная разница. Да. У Путина весь внешний мир враги. Два года назад вы рисовали перспективы Сергея Кириенко, бывшего премьер-министра, ныне главу администрации президента, рассматривая его как потенциального преемника Путина. Это было до войны. Теперь война в разгаре. Вы оставляете ему право быть потенциальным преемником, или его акции упали? Я бы сказал так. В случае естественного преемничества, то есть когда Путин бы назначивал преемником, его шансы были выше, чем сейчас намного. Но и сейчас я бы расценил его шансы как высокие, имея в виду, что он может подстроиться и под партию войны, с учетом того, что он, в общем, работает на Ковальчука, Юрия, и выполняет такие пируэты, которые бы никогда раньше не выполнял, например, его поездки, награждения и прочее в зону Донецкой и Луганской областей. И он может быть выгоден обеим партиям как промежуточная фигура, а будет она промежуточная или нет, мы не знаем. Но он собран по-прежнему, исполняет качественно, ну как качественно. Сейчас вы меня поймаете за язык про эти референдумы, но это... Нет, я вас... Я имею в виду пиаровски качественно. Конечно, организационно это фейк. Ну, это они не умеют делать. Я имею в виду выборы по домам автоматов. А с точки зрения пиар-стратегии, политической, внутренней политической стратегии, он сидит на том месте, где он не пропускает большое падение рейтинга Путина и постоянно его повышает потом, держа его на том уровне, на котором любому диктатору или мафионеру удобно общаться со своим народом. После войны у него, как у политика, руки тоже по локоть крови, как у многих. Погибли десятки тысяч людей. Война, кровь, она на его акциях, как бы, акции его растут или понижаются в той системе координат? Вы знаете, с точки зрения той системы координат, российской, да, если вы говорите, они, конечно, растут, потому что он проявляет предность, лояльность, исполнительность, и не только его, вот. В это время грустных новостей Путину стали больше нравиться те, кто приносит хорошие новости, то есть хорошо работают, с его точки зрения. Ну, или хорошо себя продают. Таких людей есть несколько. Вот. Но это совершенно не означает, правда, что они хорошо воюют там или хорошо строят, но вот есть люди, которые понимают, как к Путину обращаться. Вот. Это во время войны. Сейчас. После войны они все, кто были в этом Георгиевском зале, без сомнения, будут персонами Нонграта, а потом скамейкой на трибунал. Вот. Поэтому это другая система координат. Будут ли они выездными? Нет, не будут. Они, если выйдут из России, они пойдут в трибунал. И Кириенко в том числе, конечно. Картина Георгиевского зала. Что вы увидели на лицах этих людей? Покорность, страх? Или они считают, что они в обойме, и у них все хорошо? Вы знаете, самое неприятное, что я не увидел ни одного любопытного или заинтересованного лица и ни одного улыбающегося. Но любопытное – это самое важное. Поскольку они все знают, что он скажет, они, в общем, все понимают, что будет дальше. Они понимают, что дальше-дальше у них нет никаких жизненных перспектив, потому что страна опускается под нож вот этим вот малахольным президентом. Вот, то, в принципе, вот самое главное – нет любопытства, нет интереса и, конечно, грусть, элементы страха. Я думаю, что многие из них в депрессии. Извините, но это очевидно, что многие алкоголиками стали, они пьют, это отражается на их лицах, причем не только мужских, но и женских. Вот, в общем, это создало такое ощущение зомби. Мне кажется, я даже об этом написал. Да, что крышка гроба захлопнется, и они станут мертвецами, которые уже никогда не выйдут оттуда. Причем вместе с Путиным. Он им захлопнет изнутри. Какова будет судьба из тех ключевых фигур, о которых мы еще поговорим, если кто-то из них спрыгнет с ножки поезда? Это политическая смерть или физическая? Сегодня, если человек, какой-то из них спрыгнет и, переехав в свободный мир, откажется, подпишет декларацию против Путина, против войны, извиниться, да, и будет работать на Украину, помогать Украине, да, неважно каким путем, то у этого человека есть несколько шансов. Первое – это выйти из суда помилованным. Второе – это потом, через какое-то время, чтобы с него сняли санкции. Ну и точно, что его оставят жить на Западе. Должны быть рискованные люди, вот, но я не знаю, есть ли там такие. Но, в принципе, пока, вот сейчас, когда недавно возникло событие аннексии, ну, я думаю, что неделя-две на принятие решения у путинского окружения и вот у всей этой бюрократии, включая региональную, еще пока есть, и их еще можно, грубо говоря, спасти. Вы знаете, вот вы говорите об этих людях, и всегда у меня приходит такая мысль в голову, что Путин – гениальный селекционер. Отсортировать несколько сот человек, ни один из которых им подзмеет даже пикнуть. Это же фантастика. И среди них есть немало же умных людей. Как этому удалось так? Умных, но уже возрастных. Понимаете, он же за эти 22 года состарился не только сам, ему сейчас 70 будет, но и состарилось то окружение, которое к нему перешло от предыдущего президента, скажем так, и правительства. И этих людей, конечно, за это время зомбировали тоже. И они играют в системе коррумпированных неидеологических, не патриотических координат. Конечно, их умными уже не назовешь. Во всяком случае, то, что они делают, умным назвать нельзя. Умными шагами. Но там есть, конечно, часть питерских, прибывших, у них просто в основном ниже уровень интеллекта и очень низкий профессионализм. Они в основном плохо справляются со своей работой. Плюс привычки воровать и связываться с бандитами питерские, они оказались значительно несравнимо выше, так сказать, московских, потому что, извините, у нас в Москве в наше время, да, если чиновник был, имел отношение с бандитом, он должен был это как-то так скрывать, вот, что это просто плохая репутация, а потом это и уголовка, да, там, а в Питере все было нормально, они там все в обнимку ходили. Вот эту культуру принесли сюда питерские. Не могу, кстати, сказать, что она распространялась на московских, потому что это их культура, их мафия, их бандитерия, и это клан достаточно бесполезных людей, там, типа Патрушева, там, его сына, типа Медведева, в общем, такие люди, бессмысленные. А кто там осмысленный, кто может на себя взять... Вы недавно назвали фамилию Юрия Ковальчука. В продолжении этой же темы сказали, что это босс всех боссов и идеолог войны. Фигура, которая не публичная, почему он идеолог войны? Знаете, интересно, что он, фигура-то, очень публичная, в том смысле, что если им интересуешься, то можно прочитать очень интересное расследование проекта, по-моему, что-то в важных историях, вот у Анина, что-то у Баданина, вот что-то в досье у Ходорковского, вот, и достаточно много открытой информации. Вот то, что он делает умно, владея средствами массовой информации огромным количеством, да, он никогда не пиарит себя, он не выходит от этого, и поэтому считается человеком закрытым. Но это всего лишь решение не выходить в паблик. Юрий Валентинович Ковальчук, один из тех, кто оказался в санкционных списках Запада, доктор физико-математических наук, лауреат, государственной премии СССР, случай, очевидно, экстраординарный. Насколько повлияли на вас эти санкции? Санкции, я вас поправлю, наложены пока только Соединенными Штатами, Америки. Не знаю, как у вас. У меня только Евросоюз. Евросоюз. Ну, вдвоем мы не выездные везде. Вот, я сколько могу, я в паблик не выхожу. Я сейчас там оказался востребованным, только потому, что я не могу в этой ситуации не говорить то, что я думаю людям. Я имею в виду ситуацию войны. Потом я опять уйду в кусты, потому что я, в общем-то, издатель, а не редактор, не политик, не журналист, не эксперт, не аналитик, обычный человек. Зачем ему эта война? У него все было. Деньги, Банк России, друзья, все хорошо. Знаете, что интересно? Вот быть одновременно как бы другом, может быть, даже страшным товарищем, идеологом абсолютного монарха, да, извините, что я его так назову, одновременно к консильере, его же, да, как босса мафии. Очень влиятельным человеком во всей административности, во всей бюрократии, силовой и так далее, то есть человеком, достигшим максимума влияния. Ему захотелось, равно как и Путина он в этом убедил. Теперь владычицу стать морскую. помните сказку о рыбаке и рыбке? Вот сейчас это последняя стадия, когда, так сказать, они с Путиным решили попросить то, что они получить не могут. Поэтому вся эта идеология была направлена, как всегда, на власть и деньги, но под ней лежал ложный посыл, что Европа никакая, они сдадутся, выйдут из игры, потому что им нужны наши ресурсы газовые и другие нефти и другие энергетические. Они будут бояться нас, потому что у нас ядерное оружие, и мы останемся тет на тет с Америкой и Китаем, там сзади Китай, спереди Америка, и мы передоговоримся про мировое устройство. Вершители судьи мира, претензия на этот статус. Да, вы знаете, я за эти много лет близких к политике, но не политике встречался с большим количеством людей, включая, так сказать, бизнесменов, которые считали, что Россия может занять ключевое разводное место в геополитической карте мира или в шахматной доске, как говорил Бжезинский. Эти люди были настолько убеждены, зная Россию, но не зная мир, что они могут сыграть какую-то колоссальную роль, например, вместе стать демократией, или наоборот, быть между двумя странами или блоками, и получать за это такие комиссии и быть, так сказать, реально на руле. Знаете, два больших дяди, Америка и Китай, а мы на руле вот там между ними. Мимо нас не проходит, мы все время комиссию получаем. Такие видят свою шутерию. вот эта российско-центричность, российско-центричность, она идет от плохого образования, коммунистического воспитания и, так сказать, незнания мира. Использование мира как для туризма, хранить кошельки, конвертированные валюты и так далее, как они, их дети. Поэтому захотелось большего, и это называется полезь туда, где ты не знаешь броду. Что они сделали, мы понимаем, да, так сказать, они вынудили Европу переживать эту зиму, как бы это ни было, вынудили Америку и другие страны Европе помогать. Сейчас за счет частной инициативы и многого другого будут построены соответствующие терминалы, первый уже в декабре выходит в Германии для жидкого газа, да, будет получать из Америки. Вот, в разных странах это все будет очень быстро решено, вот, и в общем российская, так сказать, как это, рычаг, он провалился или провалится, но уже провалился из-за того, что северный поток 1-2 недееспособный, а турецкий поток недееспособный. Я, извините, остановлен. В одном из последних интервью вы говорили о Пригожине, о Евгении Пригожине, который основатель ЧВК, этой частной военной компании, который недавно расчехлился, признал, что это его компания, которая набирает зэков на войну. Какие претензии у этого господина? На что он метит? Или куда он метит? Вы знаете, когда он был слугой у Путина, даже, может быть, более, скорее, ординарцем, больше. На слугой, наверное, был Сечин всегда, а вот, типа, ординарцем был какое-то время вот Пригожин. И годился только для кеттерингов или для каких-то там мокрых поручений. Поставщик двора Кремлевского. Поставщик, да, двора Кремлевского, и поэтому вокруг многих. Ну, и я имею в виду мокрые поручения, там, в Питере, там, что-нибудь с кем-нибудь сделать, не будем вызывать на себя юридический гнев, хотя я его не боюсь, но, так сказать, он человек, который бьет, убивает, он получает от этого удовольствие и даже этим хвалится, чтобы у вас не было сомнений. Например, что он делал сам в Сирии, что делали его бойцы, известно и в Сирии, и в Турции, и в Израиле, и, я думаю, в России. У него есть политические амбиции? Да, вот он, понимаете, когда был вот так, вот таким человеком, и пока ЧВК не стало чем-то, что является принципиальным для Путина сейчас действом, он не был так востребован, потому что все-таки и Сирия, и Африка, они вторичны, особенно после Крыма, да, вот, они вторичны, но он там много чего-то сделал, это отдельная тема, научился, наобщался, и он неплохо говорит, вы слышали, да, так сказать? Ну, если тот ролик, о котором мы упоминаем, выступая перед зэками, то там была ораторская речь. Ораторская речь, да, ну, Путин так не может. И вот, вот, без бумажки. Все погибшие тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании, родственникам или захоранивать там, где вы говорите. Всех захоранивают на аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер» в горячем ключе. Далее, через полгода. Уходите домой, получив помилование. Ну, вот он смотрит на это все, поймите, человек, он тоже, как и Ковальчук, сидел в какой-то своей, так сказать, ракушке, да, и он вот таким вот стал. А сейчас он вышел из этой ракушки. Вот Ковальчуку выходить некуда. Он вот так придумал, да, вот так мама с папой его учили, вы, наверное, знаете его, родословлю плюс-минус. А у Пригожина он вот такой, какой он был, да, там бандит, потом такой криминальный бизнесмен. Отсидел свое время. Отсидел, ну, поэтому я говорю бандит, чтобы, так сказать, я конкретно опираюсь на существующее уголовное дело. Вот, и суд. Значит, понимаете, и вот сейчас он видит, что вокруг-то люди, недееспособные вокруг Путина, вот тут-то он понял, войну проигрывают, жесткие решения не принимают. Вот, он кладет свою энергетику, чтобы подбодрить этого дряхлеющего старика, вот, несчастного, сумасшедшего. Вот, он видит, что он может делать. Вагнер воюет лучше всех. К сожалению, но это факт. И он расширяется, может, бесконечно, потому что теперь там не только бюджетные, там и частные, разные деньги, и нанимать за вменяемые деньги террористов и боевиков откуда угодно. Хоть из ИГИЛа, хоть откуда. Бесконечное количество боевиков, террористов, да, и, так сказать, вот еще и тюрьмы. Еще закон будет, видимо, принят такой, который узаконит и облегчит ему эту историю. Вот, это тоже огромное количество людей потенциально. В тюрьмах обычно около миллиона, плюс-минус, да, значит, там... Но чуть меньше. Да, сейчас меньше, сейчас 800... 600-700. 600-700. 600-700, да. Ну, все равно 10% уже дают 60 тысяч этих самых пушечного мяса, единицу. Программа «Грани времени» в Тель-Авиве. Мой гость, издатель, филантроп, предприниматель, общественный деятель Леонид Невзлин. Экс-совладелец компании ЮКОС 20 лет назад покинул Россию, но родиной русский язык его не отпускают. Оставаясь в меньшинстве, это автобиографическая книга Леонида Невзлина. Детство, школа, еврейское происхождение, институт нефти и газа и знакомство с Михаилом Ходорковским. Большая политика и сенаторство, российский еврейский конгресс и попытка построить лучший гуманитарный университет в стране. Конфликт с Кремлем и вынужденная эмиграция. Вы, естественно, война проигрывается, как вы говорите, и встает вопрос, применит ли Путин ядерное оружие. Нет. Вы относитесь к категории людей, которые допускаете это, но 50-50. Почему 50-50? Ну, как в анекдоте про девочку и динозавра, да, может ли девочка встретить динозавра, ну, 50 на 50. В общем, может встретить, а может не встретить. Это будет коллегиальное решение? Ну, я имею в виду, что это решение не должно быть принято ни под каким видом, потому что оно абсолютно опасное и утопически вредное для Путина лично, а уж для страны говорить нечего. Но, тем не менее, они могут его принять, по причине того, что они почувствуют, что сейчас вот они сломались, а украинцы получают все больше вооружения и сейчас пойдут вышибать их отовсюду, и им нужно что-то где-то испугать, какой-то нанести страшный удар, и это все вертится на языке, и вдруг они, так сказать, применят тактическое ядерное вооружение на территории Украины. Но, я почему говорю 50-50, а зачем? Смысл-то в чем? Он же никого не испугает. Он просто введет НАТО в войну против России. Ну, вы знаете, его сторонники мечтают, или, по крайней мере, проговариваются, пальнуть по Лондону, по Парижу ядерным оружием. Вы, наверное, это слышали? Такие звучали. Вы знаете, я иногда включаю вот эти вот прекрасные ток-шоу у Соловьева там или у этой, Скобеевой. Вот. Там же собирают безответственных идиотов. Эти люди ничего мнения не выражают, кроме заказного от редакторов. Они просто люмпенно пропагандируют на политическую неактивность, на поддержку царя и, так сказать, его действий. И все-таки Путин сам неоднократно говорил о возможном применении ядерного оружия. Ну, он даже доктрину переписал под это, я помню. У меня такой вопрос. Вот есть, с вашей точки зрения, люди, у которых руки по локоть крови. Тот же Пригожин, тот же Ковальчук, если он генератор этой войны. Но есть другие люди, которых вы лично, наверное, знаете. Есть Кудрин, есть Греф, есть Набиулина. Вот эти люди, когда, давайте вообразим такую картину, приходят, говорят, Владимир Владимирович, ну, вы собираетесь использовать ядерное оружие, но у нас есть семьи, у меня есть муж, у меня есть внуки, дети, племянники. Что с ними будет? Вы же всех на свой бункер же не заберете, что мне сказать моей родне? Вы можете себе представить такой разговор и в каком русле он может протекать? Ну, во-первых, он не примет их, потому что... Но вы можете вообразить такой разговор? Что он принял вот этих людей? Нет, ну, что они пришли к нему и сказали, что Владимир Владимирович, если вы используете ядерное оружие, что будет с нашей роднёй? И что у нас есть дети? Хорошо, давайте вообразим его для короткого ответа. А мне пофигу, скажет Путин. Россия превыше всего. Умереть за Россию это счастье. Но он же дорожит той же Набиулиной, если она отвечает за бабло. А что теперь, если, так сказать, будет ядерная война? Какое бабло? Кудрин с ним на «ты», это же его друг. Он ему то же самое скажет, мне начихать на тебя? Да, конечно. И уже говорил. Это же известная ситуация. Всем любят рассказывать какие-нибудь новости про их семьи. А почему у тебя там семья там-то или сын там-то? Быстро возвращай его в Россию. А у вас дочки тоже там-то? Я ничего не знаю, у меня нет детей. Вот такие разговоры мне неоднократно рассказывали про неадекватного деда. То есть вот эти люди, Кудрин один из лучших министров финансов в свое время, Набиулина Греф, которые помогали ему создавать, по крайней мере, как минимум, финансовую систему, он нажмет кнопку, не раздумывая и плюнув на судьбу этих людей. До 100%. Если он решит нажать кнопку, то он решит нажать кнопку, наплевав на всех, включая себя, кстати. Это не зря была эта фраза сказана «На миру и смерть красна». Помните? Да, да, да. Это из той же серии. Да, а мы в рай. Понимаете, если бы он был совсем адекватен, то один разговор. Но мы же видим, что он неадекватен. Вот я сейчас смотрел как бы встречи Путина сегодняшние, ну, как бы опять это абсолютно размазанный старик в Кремле, который вот так вот держится за края своего стола. Напротив него сидит министр культуры и вообще даже без бумажки говорит ее фамилия Любимова. Он смотрит на него таким взглядом отморожен. Он ничего не понимает, ничего не слышит, иногда тевает. А она ему что-то рассказывает там про краеведческие музеи, как основу, так сказать, возрождения российской культуры. А ему плевать. А как вы думаете, они ждут вот все эти люди, чтобы Акела промахнулся? Или им это невыгодно, потому что, если снесут Путина, у них скамья подсудимых, если не уж в Гааге, то в своей собственной стране гарантировано? Я вот вчера это, так сказать, сказал. Мне ужасно понравилось, потому что я вчера только это узнал, что есть такая присказка не в администрации, а в правительстве, ППЖ, пока Путин жив, делаем, но ППЖ. Это очень о многом говорит. Я согласен, опять же, что есть люди, которые не пострадают, будут выгодополучателями от того, что его не будет. Именно они говорят, пока Путин жив. Есть люди, которые в любом случае будут наказаны, и может деваться некуда. Это достаточно большой круг людей. Это и вся силовая бюрократия, бюрократия и бюрократия Думы, Совета Федерации, судов и так далее. Эти люди все будут наказаны, конечно. Во всяком случае, все, кто принимали незаконные и неправосудные решения, они уже никуда не денутся, они все учтены. Мы обречены вообще в своей истории всегда иметь лидеров, которые ломают страну. Это Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, все эти люди не были менеджерами. Эти люди делали историю, ломали историю, и вот сегодня мы видим Путина, который чуть ли не развязал Третью мировую. Опять форс-мажорная ситуация. Даже Навальный, который сидит сегодня в тюрьме, у него уже судьба уникальная. Он сидит в тюрьме, его пытались отравить, уже нестандартная. Мы обречены всегда иметь таких лидеров, и не дождемся никогда просто простого менеджера, который будет заниматься конкретно людьми и страной, а не ломать историю. Вы знаете, я рад, что вы задали этот вопрос с 17-го года, а не с до 17-го года. Фактически, грубо говоря, с разгода учредительного собрания или с Октябрьской революции. Это не важно. И с того момента мы были обречены, как оказалось, жить в Советском Союзе. Мы, извините, что я говорю мы, я 19 лет там не был, но живу проблемами той страны тоже. Россия продолжает жить в Советском Союзе, и в этом смысле ничего не изменилось. И поэтому, если бы все пошло, если бы все пойдет так же, то да, мы обречены, кто бы ни пришел, он станет деспотом, диктатором, в зависимости от личных взглядов мафиози и так далее. Вот, выбрать нормального человека невозможно. Поэтому я согласен вот с моими друзьями Ходорковским, Каспаровым, согласен с Гуриевым, согласен сейчас с Алексеем Навальным. Россию спасет парламентаризм и, так сказать, ну давайте назовем словом распад и реконструкции через парламентские местные формы, гражданское общество, конфедеративные вещи, договора и так далее. То есть вот это может спасти Россию. А любой, конечно, лидер и любая конституция, построенная с царем в Питере, например, или в Москве, она все равно неизбежно приведет к тому, к чему мы пришли сейчас. И даже если будет оттепель, если будет оттепельный, да, как Хрущев, то все равно он выйдет отсюда, из этого времени, да, и уйдет потом или в небытие, или в диктатуру. Пожалуй, можно не согласиться только с Брежневым. Он не был реформатором, он был стагнатором. Он пришел к власти в результате дворцового переворота. Да. Это уже нестандартная история. Да. И он действительно опирался на политбюро. Это тоже нестандартная история, потому что они влияли на его решение. И умер на посту дряхлым стариком. Дряхлый. Это тоже нестандартная история. Да. Не по возрасту, да, просто тогда не было такой медицины, а по состоянию здоровья. В книге вы свои написали, что обнаружили в журнале классном под своей фамилией слово «еврей», а все остальные были русские. А что вы тогда почувствовали? Что вы особенный или что-то новое для себя? Советский семилетний ребенок. Я почувствовал, что я не как все, что я другой. А это плохо. Это очень плохо быть другим тогда было. Каким-то не таким. Я понял, что во мне что-то не так. То есть какой-то негативный контекст? Да, конечно. Конечно. Я даже испугался в чем-то, потому что 7 лет, все русские, ты еврей. А что это значит? Я не знаю. Но я другой. Вы пришли домой, и, естественно, спросили у отца. Что это значит? По-моему, даже не у отца, а у бабушки. И что она ответила? Ну, они начали мне все это объяснять. Вот с того момента начался как бы просвет, просвещение мое. И я узнал про корни в Беларуси, и про традиции, и про все-все-все. Про журнал мне ясно. А когда вы почувствовали антисемитизм? И это было больно? Скорее всего, это было, когда я последний год учился в школе в другой, не в той, в которой я учился, а в похуже районе. Так получилось просто. Тоже недалеко от дома. И это была школа, где были в основном дети рабочих АЗЛК и ЗИЛа. Дома такие были их пятиэтажные, хрущевские, там они жили. Ну, примерно понятно, что это были за дети. Евреев не возилось. И мы с моим товарищем были вдвоем, единственные евреи в школе, в одном классе. Но его не трогали, потому что у него мама была учительницей в этой школе. И он был половинка к тому же. Вот, мама была русская. А я, так сказать, был чистый еврей, они это знали, и сначала ничего не было. А потом, видимо, они дали команду более младшим шпанетам из восьмого, по-моему, класса. И меня, так сказать, отвели побить в лес, потому что я еврей. Побили? Побили, да. Не сильно. Не отомстили? Я? Да, потом. Нет, я по модели Путина не пошел качаться и потом всех бить. Это было бы бесполезно. Вот, они были наглее и сильнее, конечно. Это реальная шпана такая была. Будущие преступники они, уголовники будущие. Но, естественно, что я пожаловался родителям, и там устроили их родителям проблемы, без сомнения. То есть, вот, там отчисление школы, то есть все. То есть, это, ну, не сделали этого, но угрозы такие были, меня больше не трогали. Но вы же не были образцовым отличником? Или петерышным? Ну, только не было. Петерышным, да? То есть, вы ли самые умные? Ну, один из, да. Но мама моя была подруга директрисы. Моя мама учительница тоже там. Ну, это же не волосатая рука, это просто подруга. Но зато может прийти, так сказать, и устроить за любимого сына скандал такой, что мама не покажется. У меня мама за меня заступалась всегда. Вы психологически готовы к тому, что страна распадется? Во благо это или во вред? Ну, последние 20 с лишним лет я свои позиции не менял. Россия устроена абсолютно неправильно. Она воспроизводит каждый раз этот самый Советский Союз, вот, ленинский, потом сталинский и так далее. Потому что, так сказать, вот это построение, которое существует, оно точно во вред. Да, там у нас есть вероятность, что это во благо, потому что этого у нас еще не было. Ни Разин, ни Пугачев не доводили свои действия до конца. Но мы знаем прекрасно, что если бы они победили, они бы становились царями. И все было бы то же самое, да, в России. Но, как вы считаете, что может отколоться в первую очередь? Это национальные республики или это может отколоться и в европейской части что-то? Я считаю, что Путин ведет по отношению к гражданам нерусской национальности, скажем, пока так, нелитерной национальности, он их не любит очень сильно и ведет по отношению к ним на самом деле политику близкую к геноциду, но которая так еще не проявлена сильно. И поэтому то, что они бастуют против квот, которые намного больше и в армии намного больше людей из национальных окраин, это ведь обосновано. Это касается и Дагестана, и Якутии, и Бурятии, и Тывы. А времена изменились, и этим людям по окраинам есть куда уходить. На Кавказе появился сильнейший лидер Ардоган, и без сомнения он может претендовать на Северный Кавказ, равно как и на любит Путин на промежуточную независимость этих стран-республик, а потом надо, так сказать, на присоединение их к Османской империи. Если он выдержит экономически, у него жуткая экономика, сейчас и дикоинфляция, но цели у него эти есть, как в сторону на запад, так в сторону и на север, так в сторону на восток. И без сомнений из этой ситуации он выйдет намного более сильным, чем в нее зашел, потому что он за это время победил в Армении, в Карабахе вернее, укрепил Азербайджан, там строит, расширяет дороги и газопроводы, причем как с востока, так и с юга. То есть такие возможности появились. Извините, что я на нем сильно останавливаюсь, но вот эти окраины все, по окраинам границы, то есть эти, потом граница с Казахстаном перестает быть такой, потому что Казахстан намного более цивилизованное государство сегодня и могут запроситься даже русские области в Казахстан и по Болжье и, соответственно, за Уралом. Потом у нас есть Монголия, в которой априори больше свободы и она своих, как бы сказать, монголов российских приглашает к себе, да, касается, по-моему, двинцев, бурятов, еще халмыков, по-моему, ну вот, еще кого-то. Вот, то есть, понимаете, буддистов, в общем, скажем так, то есть им есть якутов, им есть куда идти. Почему в России процветает расизм, несмотря на то, что там 70 лет советской власти провозглашали дружбу народов? Почему все-таки расизм это такая болезненная точка современной России, на ваш взгляд? Вы знаете, я, конечно, аккуратно сказал слово геноцид, потому что сегодня, когда в Украине происходит настоящий геноцид украинского народа, серьезнейший геноцид, вот, я стараюсь говорить так, чтобы не обидеть украинцев и ни в коем случае не сравнить то, что происходит в стране-агрессоре со страной, так сказать, которая подверглась нападению. Вот, но расизм русский укрепляется и растет, и без сомнения будет проблема, и в том числе будет и геноцид других народов настоящий, я смею вас заверить. Вы спрашиваете, почему? Исходя из того, что у русских отрицательная идентичность, да, самоидентичность, она построена на том, что есть русофобы, мы окружены русофобами, если сейчас все переключено на запад, то внутри, так сказать, нет времени, они там, типа, все наши с западом борются, когда они проиграют этому западу, да, то надо будет переориентировать этих людей на внутреннего врага, пятая колонна, либеральная и прочее уничтожена, да, оппозиции никакой нет, поэтому национализм и антисемитские, и там, антимусульманские, давайте назову правильным словом, антимусульманские выходки российского населения впереди. Вы знаете, сколько сейчас паспортов получают там, таджики, туркмены в Москве? Ну, я знаю, что киргизы в свое время очень много получили. Нет, вот сейчас каждый день это происходит. Они получают... именно для того, чтобы их отправить на фронт? в том числе-ка. Просто сейчас освободили. Вообще есть такой, так сказать, очередь, она уже... Вот, а во-вторых, фронт. Но это бюрократия, но расизм, на какой почве он держится, почему? Ведь фильмы снимали свинарка и пастух, десятилетиями вбивали в мозг, что мы единый советский народ. И вдруг вот такое отношение к малым народам. Это выражается и в метро, на улице, это выражается на лестничной площадке. слушайте, ну еще... Даже эта фраза, сдаю квартиру русским, но в Америке вы просто сядете в тюрьму за такое объявление. Почему вот это процветает? Потому что не делают ничего, не идут вперед, нет прогресса. А для того, чтобы выживать и выживали диктаторы, надо кого-то ненавидеть. Я вот ровно это говорил. Да, когда нету ненавидеть с западом и саприкстанем, то надо ненавидеть своих. А кто такие свои? Да, это вот те вот надсмены, которые, так сказать, по их словам, которые вокруг. Республики уже разбежались, а внутри уже есть очень много людей из этих республик, плюс из своих, так сказать, республик, мусульманских, буддийских и так далее. А поскольку эту негативную идентичность, а значит, негативную энергию народа надо куда-то направлять, она без сомнения будет направлена туда теми же пропагандистами. В противном случае они должны будут ее направить против власти. Вы же это понимаете? Потому что виновата эта власть, но она не должна быть виновата. Царь должен быть прав. Ну, в крайнем случае, бояре виноваты. Ну, уж точно, что виноваты национальные окраины. И это способ выживания любой диктатуры. Писатель Дмитрий Глуховский, когда давал интервью нашей радиостанции, он сказал, я могу объяснить жестокость вот тех малых народов, которые были зафиксированы в Бочи и Ирпении. Он говорит, этого человека унижали десятилетиями, указывали им на свое место, он жил в нищете, и тут он попал в чужую страну с оружием в руках, ему сказали фас, и он проявил всю свою звериную жестокость, вот, чтобы отомстить за те унижения, которые он пережил. Вот вы согласны с такой трактовкой? Жестокость. Да, согласен, только хочу вам сказать, что он этот народ то же самое бы делал в России, если бы он попал в жирное Подмосковье и увидел то, что он увидел. Ему сказали фас, все можно. Вы отказались от российского паспорта, это правильно? От гражданства. От гражданства? Да. То есть, если вы когда-нибудь приедете в Россию, то можете приехать как турист. А я же формально не могу отказаться, я отказался публично, и, естественно, это будет признано в любой стране, в которой считают Россию объявила государством террористом. Но формально в России я останусь россиянином и более того, для других стран я останусь россиянином. Это просто моя позиция. У меня есть израильское гражданство и там мне не нужно это российское. Скучаете по Москве, в которой вы родились, выросли, прожили больше 40 лет? Вот если бы вы меня спросили, хотел бы я приехать пройтись по местам славы с детства, да, конечно, интересно было бы. Ну, люди-то сейчас уже почти все уехали. Не все, но почти все, многие уехали и уедут. Поэтому по людям я уже меньше скучаю, с ними уже можно встречаться везде. А по определенным местам, некоторые из них кажутся красивыми, некоторые напоминают о деятельности, некоторые напоминают что-то романтическое. Я бы, конечно, да я люблю центр Москвы. Ну, любил я сейчас, не знаю, как он выглядит. Как говорил Петр Вайль, писатель, что каждый квадратный метр Домской площади полит его портвейном. Наверное, есть и такие места у вас в Москве. Да, я вас, конечно, наверное, расстрою, но... Портвейн я не пил, да? Нет, конечно, пил. Все мы пили портвейном. Из Советского Союза, я даже название помню. Вот, ну, типа три семерки. Но не запойно. А вот попробовать там не более того иногда. Поэтому у меня нету места, где... А, нет, пожалуй, знаете, есть одно. Пивной бар Жигули был такой. Я не знаю, существует он теперь или нет. Подвале на Калининском проследствии. Калининском, да. В Тивабате этого вот дома. В Торец. Да, он открылся в советские времена. И, так сказать, было... И, кстати, на Старом Арбате очень много памятных мест. Я там и работал, там много друзей жили. Жила и... Театр Вахтангово, естественно, там и так далее, и тому подобное. Спасибо вам за беседу. Моим гостем был издатель, общественный деятель, а теперь и писатель Леонид Невзлин. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова